Вот так вот начинается мое большое путешествие. За ближайшие полтора дня мне надо будет побывать в двух самолетах, перелететь и переехать в одном поезде. Финальная точка Апатиты. Сейчас отправляюсь в аэропорт Толмачева, Куба. Кстати, вот такие автобусы комфортабельные, которые сзади меня. 44 рубля стоит проезд до аэропорта. Александр, ты видел, кто у нас на борту? Да, этот Рома полетел за ринжом. Бесит, коллега, предлагаю засрать ему все в комментах. И не забудем про инстаграм. Не забудь поставить лайк Романычу и держи краба бров. Вот я уже в Шургуте. Полтора часа лета. Билет, по-моему, около 6000 стоил на этом промежутке. Надо карту скачать. Уже вот сейчас написал мне подписчик, один из подписчиков, кто хочет встретиться. Слава, будешь экскурсию проводить? Да, немного, да. На чем у вас тут гоняют? Правый руль есть? Есть, да. А где продаете машину? Какой сайт у вас тут популярный? Ну, здесь в основном дрон. Дрон, да? Да. То есть авито не так, ну как новосибирский, короче. Да, авито поменьше и автору тоже поменьше. Я вот и взял, и шорты взял, и сланцы, и куртку, и шапку, все взял. 750-е, лонг, все дела. Это бежевый, да, цвет, скажем? Ну да. Или бывает еще светлей? Ну я светлей не видел. Блин, вообще рад его видеть. А, кстати, сколько бензин стоит? 44,78. А там 48, да? Уже к 50, да, блин? Да. Я помню был момент, когда тоже на форумах всякие обсуждения были. Типа, вот если бензин за 30 рублей станет, вообще дороги пустые будут. Я не буду, я машину продам, никто не будет ездить. Уже к 50 подбирается. Пошире, наверное, даже, чем новосибирские, обе здесь. Нифига себе тут. Можно лечку спать. Ночевочка, да, такая? Да. Ну тут, наверное, Афрана где-то смотрит, да? Ну да, я пишу. Прикольная тема. Это национальное северное жилище, да? Да. О, вот еще лабаз. А, это хозблок, типа, да? Ну да, чтобы животные забирались. Ага. Здесь? Так, видимо, люди приносят, посмотри. Раз, как кончитают. То есть здесь можно почитать, да, посидеть. Унесенный ветром вот. Даже вот что-то современное. Горячий старт. Эффективчик какой-то. Да, классно. Эмиль, ты был здесь? Я очень сильно не пожалел, что в июле месяце взял с собой куртку, кепку, капюшон и все такое. Здесь видно, недавно было жарко. Люди многие до сих пор в шортах по привычке, там, в майках ходят. Но уже прохладно достаточно. Смотрите, сзади меня какое здание интересное. Биг Бен местный. Сейчас только посмотрел видосик, Мишанин, где он рад, что нашелся покупатель на Рынжа, где он обещает меня и в сауну сводить, и чаем напоить. И там патрубки, получается, он поремонтировал немного. Надеется, что 5000 километров проедет. Мы это и посмотрим. Кстати, ребят, что заметил, в Сургуте, смотрите, такая улица есть с брусчаткой, состоит из которой. То есть, прям как в старину. Я не знаю, где еще брусчатку видел. В Москве, вот там возле Красной площади, и то частично там есть, да, она. И даже не помню, где еще. Напишите, знаете ли вы места, где еще есть брусчатка, сейчас, где вот прям пользуются таким покрытием. Вот, потому что я больше нигде не видел. Вот с Игорем встретились сейчас. Поужинали так плотно. Чайхана, да, называется? Диван-сарай. А, диван-сарай, просто полный сарай набили. Я еле встал из этого диванчика. Сейчас уже поедем в аэропорт, Игорь меня довезет. На этом встрече с Ургутским, к сожалению, подходит к концу. Вообще, отлично, очень рад, что много кто писал. Кто-то не мог там приехать, кто-то смог приехать. Всем спасибо огромное. В общем, посмотрел город. Дороги хорошие. Для автомобилиста, чувак, самое главное. Дороги просто идеальны. Люди тоже хорошие. Так что ставлю лайк в Сургуту. Вот, и отправляюсь дальше. Ну и вот я в Питере на пересадке. Несмотря на раннее утро, отличная погода, можно сказать, жара. То есть в северной столице погода кардинально отличается от того севера, откуда я вчера приехал. Сегодня, точнее. Через полтора часа отправляюсь на другой север, в Кировск. Галочка, ты посмотри, кто у нас тут за хайпом поехал. В туалет с камерой пойдет? Ну вот, Республика Калей. Блин, Республика Карелия. Петрозавод. Выбежал тут на привокзальную площадь. Маленько осмотреться. Че, кого, как люди живут вообще, на чем ездят. Все, бенч. Вообще, погодка отличная, летняя. Просто в шортах, в майке одно удовольствие идти. Там ремонтик, вокзал оделают. Всюду болгарки что-то пилят, режут. Но погода отличная. Десятый регион на связи. Блин, прикиньте, думал, там поезд мой вон уходит, а там всего один вагон. А мой вот там поезд. Нифига, сейчас адреналинчик ухапнул. Ну что, шутки шутками писали в комментах. Давай, едь уже за ренджом, хватит бэхом усолить. Давай, едь, покупай ренджа. Между тем, я уже в городе Кировск. Я помню, в феврале так же шел, прям по такому же маршруту. Здесь же все это дело смотрел. А вон бэхом стоит. Помнил так же, что у меня интернета здесь оказывается на йоте практически нету. О, вон они. Они там уже с камеры заряженные стоят. Сейчас с центрального входа. Вон, вон тачка мечты. О, с чаем встречают. Блин, ребята, в 8 утра, пассив большой, блин, встали. Здорово, Роман. Здорово, Роман. Ты камера новая? Да, привет. Привет. Чай горячий, бутербродики. Что тут у меня, бутербродики? Рыба свежая, только вот вчера еще. Горбуша, горбуша, да. Чайку с удовольствием. Да, попьем чай, отдышимся. Вот, чай. Все, хочешь не хочешь, я должен сейчас вдуть этот стакан. В Кировске оказалось тепло. Я думал, будет 12 градусов, ночью 5 по прогнозу было. Но на самом деле оказалось тепло. Ой, надо было придержать, да? Да, нормально. Ох, нифига себе здесь. Ой, супер, вообще я с собой дисков по-назаписываю. Блин, ни разу у меня не было вендровера, рендровера. Бэха первая была у меня, от вас пришла. И вот вендровер тоже, благодаря вам, я попробую, что это такое. У нас вот мало таких машин. Слушай, Роман, а рендровер есть у вас вообще? Есть, есть. Я же посмотрел рынок-то тоже. Я, как бы, примерно посмотрел по объявлениям, но у нас тут 450 самый дешевый такой стоит. Это доритолинговый. Ну, там вообще самый дешевый. Но я Бэхи тоже смотрел, когда вот поехал к вам. У нас тоже 400 самая дешевая была. Но факт в том, что они все не проданы. А один ключ или два? Нет, два. Это там, это, дома приедем, я тебе все дам. Опа, нормально. Часики. Для М62 это часики. Классно вообще. Свет, а вот так же. Свет уже знаю, как включать. На Бэхи я даже свет не помню, не знал, как включить. А это что за напитки такие, тебе интересно? Это вы, собственно, произносили? Что за напитки? Это вода. А, просто вода. Да, это вода. Так, ну что? Первый пуск. Пробую лендровер. Лендровер, рейнджровер, да, правильно? Нормально вообще. Куда ехать? Ну, вот туда. Сейчас мы едем в город Кероск. Рома сразу сел за руль, пускай почувствует, вообще посмотрит, нужен ли ему этот автомобиль, сейчас мало ли всякой обуви от жизни. Доедем и там уже будем думать, что делать дальше. То есть, какие планы и так далее. Рома говорит, что вроде как ты два дня будешь здесь. Да, два дня. До дня сейчас походишь, на гору залезешь, то есть, экскурсия, к нам в гараж зайдешь, да, правильно? Обязательно. Вся программа. То есть, с вашей ямы и до гор. Все, сверху вниз, снизу вверх, все изучим. Мы сейчас прием в гараж, я тебе расскажу немножко по машине, хорошо? То есть, что, как, какие нюансы, какие минусы, и вообще, что-либо надо вкладывать. Хорошо. Вот, ты видишь, у тебя что-то горит? Конечно, он моргает. Я тебе, если честно, я ездил, я ничего не моргала. Не моргала? Нет. Тут надо именно принориться, ты должен понять машину. Ну, я подробно, ну, туда-ка я продолжал, среди мои. Сейчас, подожди, не призми его. Направо, направо. Давай, давай, направо. Пропутишь? Да, конечно, пропущу. Сейчас, чем-то же говорится, на право поеду. Джентльмены. Может, ну, как это, сундук называется, да? Кажешь, чемодан. Чемодан, да? Поджерик, бегемот, это чемодан. А Поджерик не продал? Ну, нет. Он же выставлял, да? Выставлял, загорелся на крузака до старого. В итоге, какое-то фейковое объявление было, и, в общем, он остался на Поджерике. Едем, все нравится, все кайфует, все хорошо. Часики такие старые, заговорил. Леха. Леха, в сути, и... Чемодан, поехал, да? Соответственно, сколько у нас мир теснит, что вот в другом городе встречаешь человека, и которого ты хорошо знаешь. Да, кстати, вы, блин, вы во сколько встали-то, вы приехали в 8-ми в другой город, считай? Ну, в 7 часов до Би-20, я вот как раз сам встал, Би-20, приготовился, нарезал бутики. Блин, от души вообще, спасибо, блин. Смотри, человек мигает из-за чего. Я сначала раньше крышу на Ванос, думал, что свечи, еще что-то. Суть такая, что здесь, из-за того, что правая голова сживет маслом. Именно правая, левая, вообще идеальная. Дым же, азали, именно только справа трубы. Так вот, я так понимаю, что, ну, как одна из причин вероятных, это залегли кольца. Возможно. И дело в том, что, когда маленький оборот двигателя у тебя, у тебя масло не догорает, скажем так, она попадает у тебя в цилиндр, не сгорает, и поэтому у тебя неправильно работают распродовую. То есть, выдает именно по ним ошибку, понимаешь, то есть, если ты нажмешь газ, если у тебя будет от двух тысяч оборотов, ошибка сразу моментально пропадает, то есть, машина едет в идеале. Поэтому ты, когда, вот, красиво, как обратно ехать, какая скорость, я говорю, 120, 320, у тебя получается 2500 ровно. Идеальный режим просто выставляет. Ну, инспектора, я думаю, по-другому будут думать, да, по дороге. Слушай, ну, как обычно, все сплены тро врут, здесь примерно на 10 тоже можешь управлять. Не, я, конечно, я под GPS посмотрю, потому что обычно на 10 километров выше показывают, чем нет. Да, то есть, ну, вот, по крайней мере, для машины по расходу 13,5 получается на этой скорости, и она не живет масло, поэтому, если ты едешь больше 120, она начинает сразу есть масло, поэтому, как бы, такая же суть. Такой танк, прям, высоко, так, мы на гору сейчас заезжали, так, ну, просто мощная тачка. И еще, вот, ты просто два дня будешь здесь, предлагаю тебе у нас в гараже, все-таки, ну, чтобы ты знакомился поближе, все-таки, достать свечи и почистить их. Да, конечно, да, потому что мне же не раз это придется делать. Там, что, свечник обычный купить надо, или что до этого нужно? Все есть. Или тут ключом на 10 вся машина разбирается? Ну, ключ на 10, отвертка и свечник, все. Беззамен свечи больше ничего не нужно. И плоскогубцы, да? Плоскогубцы обязательно капот добить. Да, кстати, тебе тоже надо научить, кто просмотрит, ведь, еще не каждый сможет это сделать. Блин, как мы на Бэхе-то капот открывали вообще, блин. Да, ну, по Гольфу бюджет у вас выйдет, да, наверное, нормальный. Да. А, слушай, сколько, если не секрет, вот эта тачка, вот от сих до сих, сколько она вышла? Ну, больше 100 у нас все проекты, абсолютно все. Вы вложили больше 100, да? То есть за 200 ты его взял, да? Ну, это с учетом чисто запчастей, то есть то, что, ну, если... Ага, тут масло запитано. Масло тысяч на два сторона льет. Антифризы. Знаешь, вот если его действительно покупать только машину и сразу ввести сервис, то это, ну, может, полмиллиона, я думаю, что вместе с работой запчастями. Ну, понятно. Ну, то есть больше 100 тысяч положили в нее, да, Гольф? Ага. Ну, то на то, в общем, опять и выходит, да? То есть прибыли особой нету, да? То есть ни с этого проекта, как такого проекта нет. Да, именно в плане перекупства, конечно, это не работает. Вот, приехали в Кировск уже. Нормально, тест-драйв проходит, отлично. На Бэхе гирлянда горит, а здесь всего лишь пару лампочек там. Но иногда одна еще моргает. Подушка целая по колодкам. Вот, когда ехала с Питера, загорелись колодки тормоза вот эти. То есть АБС работает, а, видимо, кончились где-то или тачки, тачки от носа, чтобы с ним барахлиться. Но они как скрипят, нет? Все нормально. Ну, в идеале снимать все четыре колеса, смотреть колодки для начала, смотреть самопроводку, если все нормально, я думаю, выявится проблема со снятия колеса. Ага, понятно. Блин, ну как с Бэхой-то получилось, блин, с этим суппортом? Вообще, как так? Вы, ну я так понял, не лазили туда ни разу, да? Так вы увидели. Слушай, может и лазили, но то, что отлично, ну, прямее, точно не лазили. Вообще, да, бывает же такое. Блин, я помню, по этой дороге зимой ехал. И помню, едем, едем, ну Кировск, посмотрите. И тут Миша говорит, ну, чтобы ты понимал, мы уже приехали. Мы уже проехали весь город. А мы сейчас вообще куда едем? Ну, до гаража, я так думаю, ну, что. Ну, мне в гараж, ну, да. Вот, туда подъедем. Ты пока машину можешь, как сказать, пощупать. Пощупаю машину, сейчас у ребят в гараже побываю. Может, даже в обоих, да? Да, сейчас тут направо. Так, все, не по... Сюда. Опа. Итак, я на вершине мира. О, турничок, да? Можно, да? Устроим, может, чемпионат? Как, ребят? Давайте. Кстати, у вас бы были комментарии, что что, этот турник-то повесили, а надо, ну, и заниматься? Люди хотят видеть это. А, занимаетесь? Ну, все, будем, значит, устраивать чемпионат. Каен без фар. Фары, надеюсь, вы сняли? Шапочка андаторовая. А вы будете бампера обклеивать или вы будете обдирать все? Естественно, обдирать. Обдирать, да? 2020 год уже практически какой карбон пленкой. 2К19, да, типа? Тем более, карбон, ладно, если она там красная была, так как она. Карбон уже, мне кажется, не актуален. Ну, уже достаточно давно. Не, у меня тоже, на самом деле, такое мнение. Даже вот на бэках бывает, хром убирает, все черным обклеивают. Ну, не знаю, мне нравится хром, мне нравится черный блестящий. Мне тоже хром нравится. Я не знаю, некоторые, да, там вот эти хромы. А вот BMW там нравится, как это называется? Shadow Edition. Shadow Line, вот. Я тоже за то, чтобы, ну, главное, чтобы не было там сюрпризов таких, что ты отрываешь там, со шпаклевкой что-нибудь отрываешь. Так уже, это, мы мерили толщиномером. Мы же доказывали этого. От подбора, да? Да, да. Все, каен готовится пока. Ром, масочку отдаю в хорошие руки. Во, отлично. Вот, сделайте эту пометку. Отнимаешь точка G. Отнимаешь. Точка G. Смотри. Раз, вторая. Ага. Ой, вообще лакшери. Так, это две вещи, да, ты заложил уже сюда. Да, вот они, патрубочки. Трубы от пылесоса, это без них никуда. Всегда приветствуется, да? Да, жидкости я тебе в дорогу сразу собрал. Смотри, ремень стоит сейчас третий по счету, бошеский. Ага. 600 км на нем проехал. Ни свиста, ничего нету. Я думаю, что он ходить будет. На всякий случай. Тебе, говорю, самый старый, который вообще первый стал. Видишь, на трещинах, это мало ли что-то, где-то на трассе всякая фигня бывает в жизни. То есть ветка попадет или еще что-то. Ну, ключ на 32 надо, да, чтобы было поменять? Ключ на 32, да, нужно, чтобы снимать муфту. Просто мало ли, ремень это все-таки важнее, чем... Ключ можно еще и на фуру остановить, найти. А эту, ты всю штуку в наличии не найдешь. Поэтому пока она у тебя будет. Так. Там получается запасное колесо. А, кстати, да. Надутое, нормальное колесо. По поводу домкрата. Какая цена на автомобиле? 330. Давай, 320. А ты домкрат заешенную пробку купишь за полторы тысячи. И все остальные вещи. Ты мешки-то хочешь сделать? Да. Ну, чтобы просто... Ну, ты же можно забрать и скупить? Что же продается? Конечно, продается. Трос. Что тебе нужно? Только какой? Домкрат, я могу тебе дать, он тебе уедет. Куда обычный, любой подойдет? Домкрат? Домкрат здесь очень аккуратно надо быть, здесь рюкневма. Минимум 4 тонны, это как минимум. И не подкатной, который за 3 тысячи, а именно бутылочный. Вот покажешь, покажете, какой я такой куплю? Да, да, это покажешь. Нифигайся, парни, даже не торговался, ничего, 10 тысяч просто так. Вот человек, а. Мы сейчас капот откроем, там тоже? Еще 10 тысяч кинешь? Нет, пойдем, покажу тебе сейчас, как можно. Смотри, там полегте, и тут вот такие пассатижи, я сразу говорю. Утконосики. Вот видишь трос, то есть берешь, подцепляешься, то есть там откручивается просто болт, там вот эта штучка вытаскивается, то есть ты это соберешь, когда тросик купишь. То есть ничего в этом нет, то есть, ну. То есть все эти пластмасски ездили? Вот я езжу уже полтора недели. Дернул, идешь сюда, буковковая, видишь, как стрелочка. Точка G, ну давай. Видишь, В? Да. Все. Поднимаешь, здесь рычаг. Вот он. Ага. Открыл. А, кстати, угол открывания такой штатный, да? Да, маленький угол. То есть вкратце, Маули, смотри, ты сейчас на трассе, вот это вот все, кстати, выдержал, реально, 600 км, то есть проблем, кстати, нет, это все сделал. Все по технологии, да, получается? Да, практически, да. Труба от пылесоса? Это галифа. Галифа. Гори, смотри, Маули, там, что-то случится дороги, там потекать начнет, Маули еще что-то, всяк же не бывает. Ремень, допустим, вот он, да, в одной. Берешь сразу отвертку, раз, два, выкручиваешь, вот эта вещь начинается болтаться, отсоединяешь здесь шланг, ну просто на защелку. Также отсоединяешь вот этот штекер. Вот эта вещь у тебя просто будет болтаться. Далее берешь ключ на 32, вон, видишь, на эту штуку? Ага, вижу, шкив идет. Да, сам шкив. Вставляешь ключ на 32, смотри, ну, снимаешь вот это вот, ну, раз на 7, да, два на 7, просто снял патрубок, отсоединил, чтобы не мешало, чтобы не сломать просто, мало ли. Ну, понятно. Вставляешь ключ на 32, бьешь на закручивание, резьба левая. Вставишь, бах, вставишь, бах, вставишь, бах. Замена клапанной крышки здесь, с этой стороны, потому что заливаются свечные колодцы и здесь подкапывают на больших оборотах. Если будешь на трассе держать 3000, то здесь будет скапливаться масло, то есть, ну, желательно не гонять. Опять же, массажер чистый из-за того, что здесь вытекает. Дай 2 500, дай вот так. Опять же, маленькие обороты закидывают масло в свечи, более большие обороты, больше поступает смеси, больше воздухопроницаемости. И получается, что цилиндры начинают все работать равномерно, то есть, у тебя не горит чек и так далее. То есть, машина начинает работать справа. Каждую тысячу замена или чистка свечей именно по этой башке. Это не трогай. Замена башки подразумевает, ой, башки этой свечей, снятие этой крышки. Раз, два, три, четыре катушки, болты на 10. Просто не снимая даже шокеров, просто их отсоединяешь, сами катушки. Там свечи, чик-чик-чик, поставлял 4 штуки, все. Проблем с этим нет. Так, антифриз не уходит. Масло уровень, ну, сам понимаешь, да, в мире есть здесь. А какое масло? Самое офигенное, самое дорогое, естественно. Синтетика, все по технологии. Ну, что ты, как говорится, как-то кошелек же. Ну, что ты понимал, обновил его, возможно, уже раз-два. Аккумулятор... Аккумулятор тоже большой, специальный, который не заразает, забыл. Гелевый? Гелевый, вот, да, гелевый аккумулятор. Ну, там тормозуха. В принципе, что, гур. Гур ни разу не доливал, не уходит никуда. Ну, это фильтр, это, понятно, охлаждайка. А, это капот такой? Я думаю, это на крыльях думал, это косяки. Нет, капот. А что за история с капотом, расскажешь? Получилось это буквально два дня назад. Представляете, у этого блогера кончилась пленка. Ну-ка нажму на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию.